харе кришна сегодня мы закончим раздел о духовной природе души отличные от материального тела тексты 29 30 последние два текста этого раздела текст двадцать девятый а чареват паши атика счет и нам аж чареват вадат и татай ва чанья аж чареват чайном аня ширина ты шрутва пеном ведана чай ва кашчит перевод одни смотрят на душу как на чудо другие говорят о ней как о чуде 3 слышит что она подобна чуду а есть и такие кто даже услышав о душе не могут постичь ее есть несколько значений этого стиха несколько уровней смысла один из них очень простой что душу постичь непросто недостаточно просто слушать о душе без помощи вет которые описывают природу души душу постичь невозможно она будет всегда казаться чудом и и даже слушая извед о душе не каждый способен на практике осознать духовную природу души и извлечь полное благо из этого знания лет которые описывают душу об этом шел пропады говорит в конце комментария хотя это конец но это очень актуальный смысл он для нас поскольку здесь речь идет о практике а о реальности как на как на самом деле осознать душу и шел пропады говорит самый простой способ постижения науки о душе это принять наставление бхагавад гиты которую поведал величайший духовный учитель господь шри крышно и не на йоту не отклоняться от них для этого необходимо чтобы человек либо в этой либо в прошлой жизни совершил множество аскетических подвигов и жертвоприношений это поможет ему признать кришну верховной личностью бога однако по-настоящему постичь кришну можно только по беспричинной милости его чистого преданного и никак иначе здесь речь идет о методе постижения души как осознать душу на практике подняться на духовный уровень и шел пропадать следуя комментариях было давиде бушины подчеркивать что человек должен совершать аскезы он должен быть занят соответствии с предписаниями священных писаний под руководством духовного учителя он должен слушать истинного духовного учителя который всесторонне постиг природу души и может представить это знание в реализованной форме то есть он может являясь реализованной личностью он может всесторонне описать духовную природу души и он может что самое важно важное на практике вести ученика по пути самоосознания и довести его до уровня духовной духовной реализации когда ученик также на практике осознает себя душой отличное от материального тела то есть теоретического знания недостаточно даже теоретического знания которое истинно и описывает истинную природу души недостаточно чтобы человек по-настоящему извлек благо из этого знания он должен действовать определенным образом этим стихом фактически кришна предвосхищает следующий раздел они шкама карме о деятельности без привязанности к плодам которая как раз и является этим методом этим практическим средством постижение духовной природы души то есть одного анализа который мы с вами изучаем обсуждаем уже долгое время одного вот этого анализа который представлен кришной вот в этом разделе до 30 стиха включительно недостаточно поэтому кришна скажет я говорил об этом знании аналитически а теперь я изложу его с точки зрения бескорыстной деятельности что этими что здесь имеется ввиду имеется ввиду теперь я объясню тебе как с помощью не шкама кармы бескорыстной деятельности деятельности без привязанности к плодам можно очиститься я и подняться на вот этот уровень осознания души то есть вот этот раздел о бескорыстной деятельности они шкама карме является методом описанием метода постижи практического метода постижения души и это будет расширена в следующих главах богат киты то есть необходимые аскезы необходим контроль чувств необходима практика необходимо необходим отказ от от наслаждения объектами чувств то есть практика отречения необходимо необходимо следование предписанием вец слушание духовного учителя то есть человек должен быть аскетичным он должен строго следовать предписанием шастер находиться под руководством истинного духовного учителя из и должен быть занят полностью преданным служением вот таковы условия то есть недостаточно просто услышать и поскольку постижение души не такой простой процесс очень редко можно встретить человека которого панста я который по-настоящему осознал душу извлек все благо из этого знания вот об этом говорит шила пропада в наше время очень трудно найти человека который обладал бы совершенным знанием о положении души и сверхдуши об их природе взаимоотношениях и так далее а еще труднее найти того кто в полной мере воспользовался преимуществами этого знания и способен всесторонне описать положение души но если так или иначе человеку удастся постичь природу души цель его жизни будет достигнута то есть этот стих удивительный стих где говорится о том что многие взирают на душу как на чудо многие слышат они и думают что это чудо человек который в полной мере осознал природу души это тоже ходячие чудо то есть это тоже чудо чудо необычное что-то поскольку это редко и не просто этот стих созвучен с принципом судур лоба в характеристиках предного служения судур лоба означает что бакте достигается очень редко очень немногими и очень сложно встретить человека который достиг уровня баллы то есть поднялся на духовный уровень на практике судур лоба очень сложно и вот это вот эти слова ашчариват вот это слово ашчариват у которая означает удивительное удивительно который указывает на восторг или удивление или неспособность постичь но трактуется разными способами баллада в виде бушина и шила брупада отражают все эти значения которые мы уже обратились попробуем пройтись по ним еще так текст 29 удивительно также иллюзия в которой прибывают люди то есть нужно настроиться что вот это ашчариват рассматривается с разных разных точек зрения с одной стороны душа это чудо и многие кто слышат о природе души воспринимают это как чудо то есть им кажется удивительным как говорит шилл брупада что бесконечно малая духовная душа может присутствует пребывать в теле муравья и в теле слона так то есть одинаковые души во всех телах но им кажется это непостижимым то есть а чариват ашчариват удивительно означает непостижимо то есть как это этот но это это какое-то чудо так как-то необычно что душа может пребывать в разном теле также кажется удивительным что бесконечно малая душа расположена в сердце тело которым она воплощена при этом посредством сознания энергия души сознания посредством сознания присутствует в каждой клетке этого тела то есть душа бесконечно малая но она может пронизывать различные тела разного размера и при этом посредством сознания как солнце освещает вселенную также и душа эти стихи были ранее она с сознанием освещает все это тело в сущности она присутствует в каждой клетке этого тела и может ощущать происходящее в этом теле то есть если кого-то уколоть или ущипнуть он почувствует таким образом он присутствует в каждом месте этого тела поэтому душа воспринимая тело воспринимается за душу за личность потом при по этой причине что душа пронизывает сознанием это тело и присутствует в каждой клетке этого тела это кажется удивительным все это кажется удивительным человеку который слушает о душе потому что в принципе природа души удивительно качество души удивительны и здесь может быть и позитивный смысл в этом слове а щарева ты может быть негативный и негативно это когда люди не способны постичь душу даже слышание им кажется это все просто мистика фантазии то есть удивительное это удивительное указывает на уровень фантазии что это где-то на уровне фантазии или воображении настолько это удивительно что это нереально такого не может быть они не могут понять душу и с другой стороны удивительно что хотя природа души может быть представлена знание душе может быть представлено очень ясно человеку человек тем не менее не сможет постичь его и шел пропада говорит им вероятно даже в и в голову не приходит что предназначение человека вспомнить о душе и тем самым положить конец своим страданиям материальном мире то есть здесь удивительно действия материальной энергии которая вводит заблуждение живое существо заставляя его думать что он не отличен от этого тела что она является этим телом что тело и и есть его истинное я то есть большинство людей в материальном мире находится на этом уровне на уровне телесной концепции жизни и телесной концепции бытия это не что иное как действия материальной энергии то есть их иллюзия удивительно то есть хотя душа не имеет ничего общего с этим материальным миром и с этим материальным телом она считает себя этим материальным телом это удивительно то есть это удивительная иллюзия удивительное действие материальной энергии господа и также это шлока означает что как бы может быть это уже было я процитирую мысли арджуны после того как он услышал все до 28 стиха включительно у него мысли а чаря озвучивает его мысли хоть хотя меня обучили уже науки о душе в разных ее аспектах хотя кришна лично ты меня обучил науки о душе в разных деталях и ты являешься всезнающим то есть ты ничего не пропустил ты всесторонне в деталях представил это знание хотя это произошло уже да я все равно не понимаю природу души которые я не могу понять природу души я не могу пахнет рад то есть до сих пор я даже несмотря на то что ты будучи всезнающим всеведущим всесторонне во всех деталях представил это знание все равно не могу постичь природу души и не могу таким образом избавиться от скорби и почему почему это арджуна удивляется почему почему мы тоже с вами можем подключиться к арджуне и поудивляться а почему собственно столько раз мы читали слушали столько раз мы объясняли самим сами объясняли другим вот это знание о душе с энтузиазмом и мы столько раз негодовали как же люди в таком невежестве находятся что не как же они не могут понять очевидное но почи давайте поудивляемся почему мы не освободились от скорби осознав в полной мере природу души до сих пор почему так и вот этим стихом кришна отвечает почему потому что требуется аскезы требуется милость духовно учителя милость кришны требуется действовать определенным образом чтобы очистившийся обретя благочестие сделать себя достойным того чтобы это осознание пробудилась в нас то есть недостаточно теории даже если это представлено кришной и это шлока также объясняет почему шила прупада постоянно повторял одно и то же в отношении того что мы не это тело почему он так часто и так все так всесторонне в различных обстоятельствах в различных лекциях которые были на различные стихи он практически всегда с сводит своей презентации вот к этому знанию вы не это тело вы не это тело вы не это тело и шила прупада делал это постоянно потому что не просто постичь природу души не просто помнить даже о том что мы не это тело и еще сложнее действовать на практике как человек понимающий что он не это тело то есть мы склонны падать и действовать на уровне тела то есть ощущая себя осознавайте себя телом то есть придавать интересы души в пользу интересов тела как мы обсуждали на прошлой лекции на практике на уровне инстинкта самосохранения то есть инстинкт самосохранения может как бы покрыть духовное знание духовные ценности соответственно то есть знание проявляется в ценностях человек должен действовать так как как будто человек должен действовать так как будто душа важнее чем тело то есть нужно натренировать себя таким образом развить себе эти ценности духовные ценности душа важнее тело мы не должны руководствоваться лишь шкурными интересами так сказать мы должны интерес и руководствоваться интересами души то есть интерес души это приоритет не сохранение даже жизни является приоритетом а духовное развитие является приоритетом человека который понимает духовную науку понимает на практике духовную природу вот это знание о духовной природе души это это шлока объясняет почему шиллуп рупада постоянно повторял то есть нужно постоянно слушать нужно постоянно слушать об этом вот это шлока должна нам напоминать постоянно что нужно постоянно слушать и даже этого недостаточно нужно совершать правильные аскезы в предном служении для того чтобы осознать духовную природу души и извлечь из этого знания полное благо еще также удивительно это относится к моей воде что мои воде не видят разницы между духовной душой и сверхдушой у них все сливается то есть настолько сложно постичь душу что некоторые даже пытаясь изо всех сил осознать духовную природу души и таким образом обрести освобождение все равно сбиты с толку и не могут увидеть разницы между душой и сверхдушой то есть фактически это отрицание существования сверхдуши это иллюзия хотя хотя духовное знание атма гьян знания о душе делает человека способным постичь природу сверхдуши некоторые даже на этом пути впадают в очень большую иллюзию не видя разница между душой и сверхдушой то есть здесь речь идет о моя воде философах манистах философов следующих докторе не адвайты единство то есть нет никаких двух есть только один браман и мы и есть этот каждый из нас является и как раз является этим браманом не частицы этого брамана а им самим то есть как бы это очень тяжело говорить о моей воде настолько это абсурдно настолько это тяжело доказать что этот нонсенс что они написали очень множество доказательств всяких логических уловок чтобы попытаться это как-то доказать абсолютно ниши абсурд что единый браман который то нет другого нет ничего больше кроме брамана но его кусочек брамана как кусочек пространство заключен в иллюзии если нет ничего кроме брамана то что это за иллюзия что это за субстанциях что является этим как сказать горшком который заключает в себе часть пространства он-то откуда взялся если он не браман тоже то что это и они говорят нервочание это невозможно объяснить то есть нервочание очиньте это разные вещи у нас есть очиньте очиньте не означает что мы не можем объяснить это не означает что это не объясняется это указывает на качество брамана пара брамана личности бога и обладающего непостижимыми энергиями которые с помощью которых он может делать все что угодно ничем не ограничен вот это очиньте а то есть кришна обладает непостижимыми энергиями не пусть он непостижим для сознания индивидуальной души поскольку сознание индивидуальной крохотной души она от мэри а ну сам вид не способна вместить себя целиком все трансцендентные качества господа то есть очиньте это не уловка уйти от объяснения когда мы не можем дать никакого объяснения это как раз и есть объяснение трансцендентного положения и трансцендентного могущества трансцендентных качеств верховной личности бога и его энергии тогда как нервочание это пробел это дыра фактически в доктрине закат за которую эту доктрину можно просто выбросить на помойку но они это поддерживают поддерживают эту доктрину вот такой простой уловкой нервочание это невозможно объяснить невозможно объяснить вообще зачем следует философии моей воде невозможно объяснить зачем если это невозможно объяснить зачем тогда вообще пытаться это объяснить и так это относится к моей воде также удивительно природа души настолько сложно постичь истинную природу души что многие даже изо всех сил пытаясь сделать это и совершая аскезы также не только слушая все равно сбиты с толку и кто это это мои воде они сбиты с толку и что еще удивительно удивительно то что душа обладает противоречащими друг другу качествами противоречивыми качествами она полна этих качеств которых противоречит одно другому другому вот что удивительно кажется о душе даже человек который понимает природу души он все равно он удивлен он испытывает восторг от того что душа обладает вот этими противоречивыми качествами и очень важный момент еще раз на нем по поводу милости гуру аскез милости гуру то есть один из смыслов этого стиха то что мы не должны оставаться диванными философами то есть на деле нужно практиковать это знание нужно действовать на уровне этого знания и без милости гуру и крышны мы не сможем это знание постичь сколько бы раз мы его не повторили и сколько бы раз мы его не услышали баллады в дебушина говорит то ли то личность кашчит которая обрела милость гуру и очистила свое сердце осознает пошлить и видит истинную природу этой удивительной дживы который обладает противоречивыми и нам качествами и как он видит он это он видит он достигает этого этого видения истинной природы души на пол полный этих трансцендентных противоречивых качеств посредством выполнения предписанных обязанностей посредством перечисляется посредством выполнения предписанных ведами обязанностей посредством следования принципам правдивости человек отказывается говорить ложь становится честным посредством аскез посредством повторения джапы и других подобных вещей то есть это шлока устремляет нас к действиям не надо сидеть надо действовать и также нужно понимать что любая деятельность которым и так или иначе занята она в преданном служении не должна оставаться не яма агроха то есть не яма агроха не нужно следовать этому механически это именно то что на практике помогает нам поможет нам очиститься осознать увидеть истинную природу души джапа повторение святых имен господа аскезы 4 регулирующих принципа правдивость проповедь абсолютной истины проповедь знания а богат гиды шримад богатом как они есть как это получено по цепи ученической преемственности это высшее проявление правдивости принципа затем проповедь абсолютной истины правдивость самое высшее проявление правдивость это когда мы настаиваем на смысле священных писаний на придерживаемся его и настаиваем на нем даже когда это не выгодно даже когда это не хотят принять даже когда с этим несогласным мы придерживаемся версии куру саду и шастер кто бы что не говорил в любых обстоятельствах это высшее проявление правдивости правдивость также означает что мы не преследуем никаких интересов которые не подобает преследовать мы на истинное является нашей целью не какая-то выгода побочная выгода из этой так сказать истины допустим можно говорить правду для того чтобы по той причине что это правда может причинить боль кому-то и как бы это боль причинение боли может являться целью а истина таким образом становится средством можно также говорить правду для того чтобы стимулировать свое эго то есть это может быть проявлением эго если эта истина в конечном итоге не принесет это не принесет благо человеку то зачем мы ее говорим остается одно остальное это проявление эгоизма то есть принцип правдивости с принцип сатьям очень очень важен это качество основное качество брамана он правдив но он преследует также его целью является который он преследует всегда является благо принести благо другим и он понимает что истина о истинной природе души истина относительно процесса преданного служения это как раз то что может принести благо человеку его целью является принести благо всем с помощью проповеди абсолютной истины они просто самоутверждаться и реализовывать свои эгоистические цели и так еще раз по поводу конкретно этого слова аж чарья ват она может быть трактована и на по-разному субъект и объект могут взаимозаменяться что это означает то есть человек который видит дживу как что-то удивительное как какой-то удивительный объект то есть объект и субъект дживы может быть объектом и человек человек который наблюдают видит эту душу он видит ее удивительно аж чарья ват относится к дживе она удивительно также можно заменить субъект поменять субъект с объектом и тот кто говорит о душе как о чем-то удивительным то есть душа удивительно или человек говорит описывает душу как что-то удивительное на он он испытывает удивление душа является удивительным да это правда также человек который описывает эту природу души может испытывать восторг который слушает о природе души также воспринимает это как что-то удивительное или он слушая о душе испытывает восторг надеюсь понятно да субъект с объектом либо душа удивительно то есть очаривает относится к тому что душа это что-то удивительное и также очаривает относится к эмоциям к реакции того кто слышит или видит природу души слышит о природе души или обладает знанием и видением души они видя ее или слыша они испытывают восторг на вот в этом смысл из и удивительно что даже услышав о душе человек у которого нечисто сердце не может постичь и и даже услышав о душе человек который не очистился не обладает чистым сердцем кашчит он не может понять услышанное извлечь из него благо таким образом истинную природу души очень непросто постичь судур лоба поэтому требуется аскезы требуется милость гуру и крышны требуется постоянное слушание постоянное размышление о природе души на основе знания полученного из бога утки ты или других авторитетных источников таких как у панишады махабарата шримад бхагаватам и так далее все они содержат этот аспект трансцендентное знание атма гьян также есть шлока и зуб панишад шилу пропада своими словами передает значение этой шлоки тогда как в комментарии была дали буша она цитируется аж чарио вакта кушалос я был лобда аж чарио гята кушала ну шишта перевод шлоки знание о душе не является предметом слушания для многих даже если многие услышат о душе они все равно не смогут понять ее тот кто говорит о душе проповедует знание душе встречается очень редко этот кто может умело представить это знание он встречается еще реже то есть очень редко можно встретить кого-то кто обладает этим знанием и может дать это знание и среди них очень редко может можно встретить кого-то кто может представить это знание очень искусно что многие смогут его понять дальше этот кто на практике осознал душу еще реже то есть есть те кто говорят о душе среди них есть те кто может говорить о душе очень убедительно и очень доходчиво среди них еще еще меньше тех кто на практике сам осознал душу то есть даже те кто говорят о душе и говорят убедительно они даже многие из них не постигли еще душу на практике то есть тот кто постиг душу еще реже встречается а тот кто обрел общение с самореализованной личностью и сам тоже постиг душу он тоже очень редко встречается вот что значит аж чарю что это действительно чудо услышать получить получить это знание об удивительной природе духовной души которая полна противоречивых качеств это само по себе сама по себе душа удивительно ее природа удивительно и это большое чудо равняется большая удача получить это знание встретить того кто может дать это знание еще больше чудо на практике осознать это и получить благо из этого и вот слова шилл брубада который передает смысл этого стиха из катха упанишат еще раз их прочитаем уже их прочитали в наше время очень трудно найти человека который обладал бы совершенным знанием о положении души и сверхдуши об их природе взаимоотношениях их и так далее а еще труднее найти того кто в полной мере воспользовался преимуществами этого знания и способен всесторонне описать положение души но если так или иначе человеку удастся постичь природу души цель его жизнь будет достигнута фактически это пересказ шлоки из катха упанишат которая цитируется в этом комментарии в комментарии была доводи бушина к этому стиху закончим с удивить с удивительным стихом на этом можно задать вопросы могут ли вопрос могут ли проявляться качество души в материальном мире как частички господа до качество души могут проявляться и проявляются в материальном мире самореализованные личности проявляют эти качества качество души тогда как обусловленные души они очень ограничены в этом в полной мере реализованной личностью является господь брама который проявляет все качества духовной души возможные для для проявления в материальном мире есть 8 качеств души я сейчас не вспомню все она свободна от греха у нее нет никаких греховных желаний или греховных наклонностей никаких вообще материальных склонностей то есть она чисто душа свободна от голода и жажды от скорби горя человек который осознает духовную природу души он проявляет вот эти качества он свободен от скорби он свободен от страха от иллюзии он не зависит от телесных функций он не страдает от голода холода от жажды и других неудобств таким образом эти качества проявляются в материальном мире они проявляются в обувь реализованных душах в осознавших духовную природу души людях мата джи юна у вас рука была поднята хотите задать вопрос так секунду почему-то тихо слышно говорите сейчас до прошу прощения еще раз было тихо все равно я не знаю что случилось я не могу изменить настройки сейчас попробую в зуме в зуме а все сейчас будет нормально говорить обычно я нашел нашел на сроке да это им персональное понимание понимание души вне связи с верховным господом амши частицы которые являются душа это им персональное понимание и это либо начальное понимание и человек будет развиваться дальше и достигнет следующего этапа осознания сверхдуши либо это ловушка материальной энергии в которую попадают мои воде это духовное самоубийство им персональное понимание может быть позитивным это просто начальный этап то есть человек как бы пришел в первый класс его начинают только обучать духовной науки и на этом уровне он сначала сначала получает им персональное понимание и это то что в общем то преобладает в этом разделе который мы сейчас почти завершили в кришна учит им персональному знанию о душе здесь и им персональное тире или равняется начальные начальное понимание неполное пока им персональное пока не не делается акцент на природе души как амши частицы господа отвечает на вопрос еще какие то вопросы по вот этому стиху хорошо тогда переходим к последнему к 30 да и нить яма воде о ям да и сорвался бхарата тосма царва не будто они над вам шучит туман оси о потомок бхараты того кто пребывает в теле невозможно уничтожить поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе вот эти слова над вам шучит туман оси напоминают нам что объектом как бы целью доказательств крышны является то что скорбь неуместно он даже апеллил апеллировал к точке зрения атеистов и материалистов различных категорий которые не верят в душу даже с их точки зрения скорбь неуместно но в действительности в скорби нет причин по-настоящему и это уровня свобода от скорби может достичь тот кто постигнет природу души именно так как это представлено кришны в этом разделе но над над вам шучит туман оси в скорби нет причин нужно освободить себя от скорби культивируя в себе духовное знание знание об атме душе отличный от материального тела свобода от скорби это предмет доказательства кришны и он а природа души духовная природа души является причиной основанием обоснованием почему не надо скорбеть мы должны быть свободны от скорби почему потому что душа вечно тело временно то есть это шлока подводит итог всему этому знанию поскольку тело невозможно сберечь ему придет конец в любом случае а поскольку душу нельзя уничтожить поскольку она будет существовать всегда в любом случае тоже то вот по этим причинам в скорби основа для скорби оснований никаких нету скажем в скорби нет смысла нужно освободить себя от скорби осознав духовную природу души что прочитаем из комментариев шилу бруппады полагаясь на авторитет шри кришны мы должны поверить в существование души отличные от материального тела и отказаться от представления о том что души не существуют и что признаки жизни появляются на определенной стадии развития материи в результате взаимодействия химических элементов также шилу бруппад в этом комментарии уже не первый раз повторяет что знание о вечной природе души не должно являться оправданием насилию и убийством то есть определение химсы определение насилия это как раз прерывание пребывания души в теле в которой она воплощена это есть насилие и ахим сам на химсе от сарва будут а нам принцип ведический принцип гласящий что человек должен отказаться от насилия над любым живым существом то есть для того чтобы постичь вечную природу души нужно отказаться от насилия и несмотря на то что душа вечная и невозможно убить прерывание пребывание души в теле является актом насилия от которого необходимо отказаться мы делаем это следуя одному из этих четырех регулирующих принципов мы отказываемся от мяса от поедания плоти убитых живых существ это определенный уровень понимания ахимсы принципы безусловно он реализуется в полной мере когда мы помогаем другим обрести сознание кришны если мы не делаем этого это само по себе уже насилие каждое живое существо имеет право осознал осознать себя вечным слугой кришны каждое живое существо является и мы она имеет право обрести сознание кришны человеческой форме жизни в особенности если мы не помогаем другим реализовать свои права на это то мы таким образом с бездействием просто совершаем насилие или если вместо истинного понимания духовных принципов духовной жизни мы проповедуем какие-то искаженные варианты или смешанные варианты это тоже своего рода насилия не своего рода извините за это слово это насилие самое что ни на есть отвратительное насилие над живым существом когда мы скрываем от него истинное понимание принципов сознания кришны и даем его какой-то какой-то микс который помогает ему поддерживать своей привязанности к материальному миру мы таким образом совершаем над живым существом насилие то есть не насилие это проповедь сознания кришны чистом виде как она представлена в цепи ученической преемственности но шилл пропада часто вот в этом контексте повторяет в этих комментариях что это не должно служить оправданию насилия это очень такой шудрянская от не цивилизованное понимание знания о душе такие глупые выводы довольно таки люди которые культивируют знания об отме о душе пытаются постичь его как средство постижения с метод методом их постижения является ахимса то есть они видят душу воплощенную в каждом теле даже в теле муравья не хотят убивать даже муравья избегают насилия таким образом как раз по той причине что они видят вечную природу души и видят души в каждых в любых телах воплощенных в этом материальном мире то есть все наоборот это в пакете с ахимсой с насилием это даже является средством осознания духовной природы души в общем смысл этого стиха простой опять вернусь к тому к чему начал прочитав слова было давиде бушины ты не должен скорбеть по душах поскольку они вечны и ты не должен скорбеть о телах поскольку они неизбежно будут разрушены по самой своей природе то есть скорбь связана с телом и скорбь связанность душой является проявлением иллюзии них не в отношении одного не в отношении другого скорбеть не надо то есть если кто-то умер ничего страшного если мы сами скоро умрем и мы вдруг узнали об этом то есть это благословение своего рода узнать заранее о том что мы скоро закончим этот путь в этом теле то тоже нет причин переживала расстраиваться нет причин если тем не менее скорбь имеет место быть это иллюзия нужно понимать что это иллюзия это кошмала выдам это отвратительная какая-то скверна от которой мы должны очиститься посредством воспевания изучения книг шиллопады посредством практического служения посредством аскез исследования регулирующим принципом мы должны очиститься от этого и если мы несмотря на попытки все еще проявляя в нас еще все все еще проявляются эти признаки к этой нечистоты надо немножко ускориться а может быть не немножко нужно ускориться нужно добавить добавить предное служение действует как лекарство то есть когда его много достаточно мы можем чувствовать облегчение вот от этих болезней в виде скорби материальной скорби по телу или душе но когда его достаточно это рассеивает мрак иллюзии мы можем ощущать облегчение поэтому недостаточная недостаточная доза сознания кришны может быть причиной поэтому нужно больше нектара больше вкуса больше трансцендентного блаженства служения кришне больше концентрации на кришне на служение ему для того чтобы это иллюзия рассеялась кришна суря сама мая тарангакара яган кришна то она и моя радикара моя радикара от хикар или квалификация мая такова что она может присутствовать только там где нет кришны там где кришна есть моя присутствовать не может и считать себя телом и скорбеть по живым существам умирающим погибающим и так далее является май является вот этой самой май первым трюком майя она сначала заставляет нас убеждает нас в том что мы это тело одну там где кришна там нет этой мая то есть преданное служение это общение самим кришны его духовной энергии способа преданное служение является само по себе функции духовной энергии кришны и это духовная энергия рассеивает мрак созданный материальной энергии то есть там где есть преданное служение и вот кришна суря сама мая тарангакара там где кришна там не может быть мая следует понимать так там где преданное служение кришне там не может быть мая и господь читание говорит что если ты я редко тарикаха кришна упадеша вторую строчку я не запомнил во второй всех учи науки о кришне куда бы ты ни отправился где бы ты ни был или оставайся на своем месте просто каждого учи кришна упадаешь а учению о кришне или учению кришны богат гите всех учи этому проповедую это и дальше он говорит как и что что будет два плода таким образом ты всегда будешь ощущать мое присутствие первое и второе мая не сможет коснуться тебя таким образом чтобы рассеять мрак этой иллюзии телесной концепции жизни нужно находиться полностью нужно купаться в лучах милости кришны будучи полностью занятым преданным служением кришне под руководством истинного духовного учителя вот таков метод теоретически постичь это невозможно или действия противоречивым образом то есть с одной стороны мы читаем о душе с другой стороны мы очень сильное значение придаем удовлетворению потребности этого тела ненужных для духовного самосознания безусловно нужно поддерживать здоровую жизнь нужно следить за здоровьем нужно чтобы тело было в хорошем состоянии это это важно для практики преднаслужения для практики любого вида йоги это нужно для самосознания тело нужно для самосознания выхода нет кроме как с помощью этого тела мы можем осознать душу но к массе андрея прийти этот принцип и богат шермат багатом спору сформулировано что следует желать лишь здоровой жизни потому что цель жизни это духовное самосознание и так нужно действовать определенным образом чтобы получить реальное благо и знания которое кришна дает в бхагавадгите с этим мы заканчиваем на этом разделе и здесь опять можно задать вопросы в раджер анимата джи пожалуйста зависимость от еды и пищи да да века ли санкиртана является методом санкиртана является средством санкиртана подразумевают динамику то есть в группу санкиртана все время должны добавляться другие души то есть санкиртана полная санкиртана означает что наш киртан наше прославление кришна оказывает эффект на других и они тоже присоединяются и вовлекаются в процесс прославления то есть проповедь сознания кришны проповедь этого метода о воспевании святых имен на основе философии данные в шастрах на основе самой практики вовлечения в на практике воспевания это является методом в калиюгу это является методом и это и означает находиться на духовном уровне потребности физического тела и даже потребности тонкого ума мог должны удовлетворяться но есть определенные определенная наука о том как они должны удовлетворяться это должно удовлетворяться регулируемым образом для того чтобы поддерживать здоровые здоровое состояние ума и тела для потому что и ум и тело нужны для того чтобы совершать санкиртана когда не было санкиртана если методом является личная духовная практика то все равно потребность материальной потребности является частью этого процесса то есть нужно рассматривать удовлетворение материальных потребностей тела как часть процесса самоосознания то есть мне нужно чтобы мое тело было здоровым поэтому я питаюсь так если почему для чего мне нужно чтобы мое тело было здоровым для того чтобы быть для то чтобы практиковать садану и совершать санкиртана заниматься предным служением потому что это является методами самосознания таким образом удовлетворение потребности тела становится частью процесса духовного самосознания но когда человек не отдается методу духовного самосознания санкиртане садане то удовлетворение потребностей будет отчасти являться удовлетворением просто наслаждением чувств то есть он удовлетворяет потребности тела чувств фактически и в этом состоянии человек даже иногда не может заботиться о здоровье потому что излишества в чувственных наслаждениях ведут к разрушению здоровья тела и ума ну то есть естественно что это не должен это очень это вот это как как сказать как бы это выразить ненависть к удовлетворению чувств является аспектом гьяны причем не бахти и причем извращенного нездорового понимания в гьяне то есть умершление плоти так называемая то есть на что 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 мы будем делать чтобы доказать что мы не связаны с этим миром стоять на одной ноге питаться одной водой и хлебом то есть это это не нужно это абсолютно не нужно то есть то что нужно нужно вкушать просад пищу предложенную кришне и нужно питаться просадом и это первый уровень духовного самосознания контроля чувств с целью духовного самосознания и второй уровень не нужно этого просада есть столько чтобы это вызывало болезни в нашем теле и еще более высоко не нужно есть это только потому что это вкусно если вкус и правят так сказать нашим языком то мы так можем и не просад есть тоже и это уже падение нас уровня практики сознания кришны то есть удовлетворение потребности тела это норма и для того чтобы заниматься йогой любым видом йоги бакте йогой в частности необходимо чтобы тело было в норме для этого и чувства определенные чувства должны удовлетворяться также нужен ум ум является центром йоги если что-то ум еще важнее и в соответствии с уровнем духовного самосознания потребности ума также должны удовлетворяться для того чтобы человек продолжал практику которая приведет его к осознанию абсолютной истины и для удовлетворения ума человеку могут удовлетворение ума является результатом исполнения желаний которые напрямую не связаны с кришной то есть некоторые желания могут быть исполнены контролируемым регулируемым образом то есть регуляция и контроль является методом они от полные нигилировать полный отказ от удовлетворения чувств полный отказ от удовлетворения чувств уже будет держать держит на практике держит неофита психологически нездоровом состоянии которое не подходит для осознания кришны он не может осознать неофит который агрессивно настроен по отношению к удовлетворению чувств то есть как бы как он находится под влиянием от этой концепции полного отказа он всегда будет чувствовать себя он будет немножко сумасшедшим их да потому что это противоречие он не может не удовлетворять чувства при этом у него ненависть к удовлетворению чувств они удовлетворять и он их не может ну и что что даст вот это вот противоречие я имею ввиду вот эти нездоровые вещи шилу проп шилу пропада не скрывал что ему нравится на гавайях например понятно что не надо ездить на гавайи и превращаться там в этот в пирожок с испражнениями вот с этой целью как это делают материалисты ему нравился климат на гамма на гавайях виды побережья прогулки по берегу шилу пропада был занят полностью сознание кришны но это приводило его тело в хорошее состояние это очень хорошо для здоровья он благодаря этому он дошел до 13 главы 10 песни шим от бога там возможно что если бы не было этого то мы бы получили меньше комментариев шилу пропада меньше лекций шилу пропада меньше наставление меньше действий каких-то то есть он держал себя в форме прогулками он ему нравились какие-то блюда были предпочтения конечно же это не показатели вот это вот от этого неофитского сумасшествия в виде виде ненависти к удовлетворению чувств нужно также также важно избавиться как и от идеологии удовлетворение чувства как что и удовлетворение чувства это очень важно не дай бог мы не реализуем чего-то не дай бог мы чет не испытаем не дай бог мы чего-то не достигнем ну то есть есть эти две крайности это две формы сумасшествия от них нужно избавляться и вести сбалансированный образ жизни чувство наслаждения которые помогают нам в преданном служении от них не надо отказываться и я сейчас в своем городе в тамбове здесь потрясающая набережная ну город из нашего города маленькая речка но хорошая набережная ну я не могу не не испытывать вот чувство на наслаждение гуляя по набережной то есть это чувство на наслаждение ничего с этим не сделаешь это не страдание же это наслаждение чувство на но улучшает состояние ума и тела поэтому я его принимаю, я не собираюсь от него отказываться, хотя это чувственное наслаждение. Вкушение просада в обществе преданных, даже в контролированных количествах, даже с сознанием почтения к просаду, с верой в просад, по-любому, но неизбежно принесет чувственное наслаждение, как Шила Пропада приводил этот пример, это из истории про Акбара и Бербала. Это невозможно, опорожняя кишечник, не опорожнить также и мочевой пузырь. То есть это невозможно, если ты опорожняешься, то ты заодно и по-маленькому тоже сходишь, это неизбежно. Таким образом, когда мы удовлетворяем, держим свое тело в здоровом состоянии, давая ему достаточно пищи, достаточно отдыха, мы испытываем наслаждение, это связано с чувствами, это через чувства проходит, да, поэтому мы неизбежно получаем удовлетворение. Но поскольку оно не греховно, раз, поскольку оно регулируемо, регулируемо, два, поскольку результатом его является занятость в сознании Кришны в конечном итоге правильным образом, то оно является частью процесса самоосознания. То есть спасибо вам за этот вопрос, и я с болью всегда наблюдаю за людьми, которые как сумасшедшие или как вьючные животные очень сильное значение придают наслаждению чувству, каким-то материальным достижениям, хотя одновременно вроде бы практикуют сознание Кришны слишком сильное. Но также с болью смотрю на преданных, которые находятся вот в этом сумасшедшем состоянии ненависти, отрицания. Это буддизм, это шуньявада. В сознании Кришны есть наслаждение, и они не противоречат принципам преданаслаждения. Мы наслаждаемся общением, мы наслаждаемся прасадом. Даже, казалось бы, не связанные напрямую вещи в сознании Кришны могут также быть частью сознания Кришны. Приятные отношения с преданными, юмор, обмен какими-то какой-то расой с преданными, хорошо проведенное время с преданными. Это все может помогать в сознании Кришны, а не мешать Ему. Контроль и баланс, вот это ключевые слова. Если чего-то слишком много, это тащит вниз. Если чего-то слишком мало, это тоже будет тащить вниз по-разному. Отвечать на ваш вопрос. Хорошо, следующий вопрос Матаджи, Юна. Опять у вас рука, вижу. Пожалуйста. Да, Харит Мишна. Вот такой вопрос. Я помню, в какой-то лекции Панкаджан Крикапу как-то говорил, что у нас материальное тело, его страдания главным образом обусловлены тем, что приходится все время преодолевать время и расстояние. А духовный мир, он свободен от этих характеристик. Как можно охарактеризовать духовный мир с точки зрения души? То есть он как бы обладает ее характеристиками, что ли, или несколько корявый такой вопрос, да? Или он как бы сопряжен как-то с характеристиками души? Получается так, да? Ну, естественно, с этого начинается введение в учение Бхагавадгиты. Шелопрапада в видении об этом говорит, о том, что душа является санатана, Господь, Верховная Личность Бога, Он тоже санатана. И духовный обитель также санатана. То есть идея в том, что духовный мир является естественной средой обитания души, тогда как материальный является противоестественной средой. То есть духовный мир полностью соответствует духовной природе души. Это как раз то место, где душа в полной мере проявляет свои качества. И это как раз то место, где нужно находиться. Материальный мир не место для приличного человека, как говорил Шелопрапада. Это не место для джентльменов. Я не знаю, что тут еще добавить. Может быть, что-то специфическое. Да, Матэджи, пожалуй. Матэджи Юна. Да нет, в общем-то, понятно. Просто такое рассуждение пришло на ум. Что ограничений таких нет материальных души. И, соответственно, здесь страданий. Да, оно не ограничено материальным телом. Оно находится в своей сварупе. То есть человек в скафандре, он скован в движениях. Человек в купальном костюме более свободно двигается. Также душа, она находится в своей изначальной форме, в сварупе. Она не ограничена материальным телом, законами, которым подчиняется материальное тело. И за всеми этими законами, которым подчиняется материальное тело, за гунами материальной природы, в конечном итоге стоит кала, энергия времени. Время движет гунами. Время, в общем-то, управляет всем. Мы находимся под влиянием времени. В первую очередь и потом уже, как инструментальная причина, это гун материальной природы. И еще дальше, еще ближе к нам, это законы, по которым это тело функционирует. Процессы, которые происходят в этом теле, мы очень сильно зависим от этого пространства. Также это материальный элемент, и мы имеем ограниченные формы. Мы не можем находиться везде и всюду, и поэтому пространство это то, что нужно преодолевать. Также этого нет в духовном мире. Точнее, пространство и время имеют духовную природу изначально. Но в чистом состоянии они не являются препятствиями. Они являются, наоборот, средой, вот той идеальной средой. Духовное пространство, пространство духовного мира. Это Галоки Вриндауна или Вайкунг. Полное духовного великолепия. Чинтама, не Дхама. Его не нужно преодолевать. Она не является препятствием. И душа, она не имеет ограничений в преодолении этого пространства. То есть она может находиться там, где она хочет находиться, в соответствии со своими желаниями служить Кришне. И Кришна мгновенно, в ту же секунду, позволяет этим желаниям исполняться, желаниям души, чистой души. То есть нет никаких препятствий, нет ничего, что создается или уничтожается. Там все существует вечно. Ничего не уходит. Поэтому нет причин для скорби. Все остается всегда, навсегда. То есть это идеально. Это то, что мы пытаемся воссоздать в этом материальном мире безуспешно. Строить здесь эти песчаные замки. То есть это идеально для нас. Это то, куда нам нужно отправиться. Обязательно. Нужно покинуть этот мир и достичь духовной планеты Господа в одной из его трансцендентных форм, где он находится в одной из своих трансцендентных форм со своим окружением. Это цель жизни. И чистые, преданные на уровне Вайтхи Бхакти, Саддана Бхакти, это те, кто практикуют с одним лишь желанием достичь эту цель, пока мы не развили полную веру. Так что это не стало нашей единственной целью. Мы не являемся чистыми, преданными. Ответил на ваш вопрос. Еще какие-то вопросы? Спасибо большое. Так, если вопросов нету, то можно перейти к следующему разделу. Следующий раздел стихи из 31 по 38. В этом разделе Кришна подходит к теме нишкам и кармы, деятельности без привязанности к плодам. Сначала пытаясь утвердить Арджуну и других слушающих Бхагавадгиту в необходимости исполнять свой предписанный долг в соответствии с шастрами, пусть даже с целью наслаждаться плодами. То есть долг очень, следование предписанием шастров очень важно. Поэтому, даже если человек хочет чего-то от материального мира, то есть он хочет наслаждаться в этом мире, он должен утвердиться следованием предписанным обязанностям. Пусть даже так. Почему? Почему это важно? Даже с корыстным мотивом. Потому что, научившись действовать бескорыстно на этом же самом уровне, выполняя те же самые обязанности, человек может обрести освобождение, осознав духовную природу души и сверхдуши. То есть с кармаканды начинается нишкама карма, так скажем. Вот в этом разделе речь больше о кармаканде, об этом менталитете кармаканды, следовании предписанным обязанностям, следовании шастрам с целью материальных наслаждений, с целью наслаждения плодами, благочестия, которое приносит следование шастрам. И Кришна ничего не имеет против этого. Почему? Потому что очень важно следовать. А почему очень важно следовать предписаниям шастрам? Потому что, научившись следовать этому без привязанности к плодам, человек может обрести мокшу, освобождение. Поэтому даже с желанием наслаждения плодами своих религиозных, выполнение своих религиозных обязанностей, очень важно человеку следовать сами по себе эти предписанные обязанности, а выполнение их благоприятствует освобождению. Итак, с кармаканды начинается нишкама карма. Нишкама карма – это деятельность без привязанности к плодам, когда процессам, предписанным шастрами, следует для того, чтобы очиститься, а не для того, чтобы насладиться на материальном уровне богатствами, потомством, другими наслаждениями, которые могут приходить как результат следования предписанным обязанностям. Вот такой раздел кармаканда. «Исполняя предписанные обязанности, человек обретает материальное наслаждение». То есть этим разделом Кришна атакует другой аргумент Арджуны. У него еще какие аргументы против сражения были? А что, собственно, я поимею с этого, если я сейчас у всех родственников убью, и какие же наслаждения останутся? Наслаждаться-то не с кем будет. И это все даже не будет приносить наслаждения. То есть наслаждения в этом мире являлись одним из аргументов Арджуны. То есть а наслаждения-то какие я получу? Зачем мне это делать, если никакой выгоды с этой точки зрения у меня не светит здесь? И Кришна разрушает его аргумент. Если ты хочешь наслаждаться в материальном мире, то наслаждения являются возможностями для этих наслаждений вплоть до райских планет, приходят как следствие выполнения религиозного долга. А ты, будучи кшатарем, должен сражаться. Поэтому наоборот, даже если ты хочешь наслаждаться, нужно следовать своему долгу кшатаре и вступить в сражение, не обращая внимания на вот эти временные трудности касательно жизни и смерти твоих близких. Очень важно утвердиться в следовании принципам, которые ведут человека к прогрессу. И даже если человек следует им, с корыстным желанием, они все равно ведут его постепенно к прогрессу. Это все равно прогрессивно. Поэтому вот этот менталитет кармаканды, он не обязательно разрушителен, он не обязательно вреден. Что в нем вредного? Вредна жажда чувственного наслаждения и чувственное наслаждение как цель. Вот это вредно, это противоречит принципам духовного развития. А что не вредно, а наоборот благоприятно? Строгое следование принципам религии. Вот это благоприятно в кармаканде. И этому нужно учиться. Даже если мотивация будет исходить из желания наслаждений, все равно это очень хорошо. Потому что строгое следование предписанием Веда это очень хорошо. Даже с целью наслаждения. Поэтому если мы находим себя в неспособности отказаться от такой мотивации, ничего страшного при условии, что мы действительно строго следуем принципам предного служения. Действительно следим за тем, чтобы следовать этому строго. И более прогрессивно, конечно, это понимать, что следование принципам предного служения имеет своей целью духовное самосознание. То есть очищение сердца, освобождение от материальных привязанностей. Если мы уже на этой платформе находимся, то это еще лучшее. То есть нужно двигаться от кармаканды к нишкам о карме или от мишра-бакти к чистому бакти. Не нужно отрицать мишра-бакти за счет отказа от самого бакти. То есть ценой отказа от самого бакти получается. То есть, я не могу чисто служить Кришне, я не буду служить Кришне вообще. То есть человек может испытывать трудности в жизни. Преданный может испытывать трудности. И кто-то может вдохновить его. Прими прибежище у Кришны. Усиль свое предное служение. Сделай его более концентрированным, более интенсивным. Кришна может помочь тебе. Он может избавить тебя от трудностей. О, ну это же не чистое предное служение. Ну ладно, тогда будь овощем, которое переживает, что у него много трудностей. Лучше быть человеком, который ищет прибежище у Кришны, понимая, что Кришна может избавить его от трудностей, чем овощем, которое кое-как практикует и не обращается к Кришне, ожидая, что не знает, чего ожидает. То есть это противоречие. Если мы нуждаемся в чем-то, если мы страдаем от чего-то, мы можем искать прибежище у Кришны. Но нужно понимать, что конечной целью, конечным высшим благом того, что мы идем на сближение с Кришной, идем на то, чтобы принять у него прибежище, конечным благом, высшим благом будет являться очищение от материальной скверны, очищение от материальных желаний. То есть таким образом нужно гармонично перейти из одного состояния в другое посредством практики предного служения. То есть этот вопрос кармаканды, он важен для того, чтобы понять другой вопрос, мишра-бакти. А мишра-бакти важно понимать для чего? Для того, чтобы из себя, такого смешанного преданного, сделать чистого преданного. Чтобы стать чистым преданным, чтобы перейти из состояния мишра-бакти к чистому бакти, не отрицая, истерически не отрицая свою мишу, или не засовывая голову в песок, как страус. Нет, это не должно быть, это не должно быть. Высунь голову, это есть. Все уже, ничего не сделаешь, это уже есть. Вот ты не являешься чистым преданным, не являешься. А знаешь ли ты, что надо делать, чтобы стать чистым преданным? Засовывать в голову песок и отрицать, что у тебя есть посторонние мотивы, это не метод. Методом является динамическое, гармоничное перемещение из этого состояния мишры в чистое состояние. И инструментом этого перемещения является преданность наставлением, преданность процессу, серьезность в процессе. Серьезность в процессе преданного служения, почтение к этому процессу, вера в этот процесс, важнее, чем отсутствие мишры, так сказать. Мишра вся растворится, это все уйдет, если человек серьезен. Если человек серьезен в процессах Бхакти, то знание его будет постепенно развиваться, и он поймет, что кроме наслаждений, которые я хочу, может быть, испытать в этом мире, есть более высокие цели. И эти высокие цели, достижения их, для меня важнее, чем даже вот эти наслаждения, которых я так сильно хотел раньше. То есть постепенно это произойдет. Изменение ценностей, изменение целей, изменение целей и ценностей, это вместе, цели и ценности, артха, мы говорили об этом в контексте, обсуждать тем нектара преданности. Благодаря общению с преданными, культивированию трансцендентного знания, практике, джапа-медитации, других принципов Бхакти, человек постепенно будет очищаться. И его цели и ценности будут меняться. И так вот, это очень интересный раздел, кармаканда. Здесь Кришна мотивирует Арджуну выполнять свой долг, даже если он хочет наслаждений. Он не говорит, а, ты наслаждений хочешь, ну ты конченый человек тогда, что с тобой, что с тебя взять, все, финиш. То есть мы должны, как проповедники, мы должны уметь соединить человека с сознанием Кришны, с принципами чистого сознания Кришны. Вопреки тому уровню, на котором он находится. То есть несмотря на уровень, на котором он находится, человек должен обрести вот эту связь, успокаивающую ум, вносящую в жизнь гармонию связь с сознанием Кришны, с чистым сознанием Кришны. То есть все просто. Я не чистый преданный, я болен, но я лечусь с помощью практики принципов преданного служения. Я забывчивое живое существо, я теряю цель жизни, часто я не помню о ней, сбиваюсь с пути. Я решу это, поклоняясь лотосным стопам чистых преданных, не имеющих никаких желаний, слушая наставления чистых преданных и Шримад Бхагатам. Это все будет исправлено. Благочестивые чувственные наслаждения можно сохранять долго. Это как раз не слишком привязан, не слишком оторечен. Греховные нужно исключить как можно быстрее. Поскольку они не доставляют удовольствия Кришне, преданный не должен совершать греховную деятельность. Но благочестивые наслаждения, которые не противоречат принципам религии, не являются греховной деятельностью, они могут сохраняться долгое время, пока человек не достигнет какого-то ощутимого прогресса в сознании Кришны. Это так происходит, это просто так, это нельзя изменить. Иначе все могли бы стать саньяси сразу же, не было бы греха с Хашарма, не было бы детей, не было бы вселенной, это всему пришел бы конец. Но духовно развиваться можно из состояния, когда мы не можем отказаться от всех чувств и наслаждений, не слишком привязан, не слишком оторечен. Это квалификация для бахти. То есть для бахти не надо быть слишком отореченным, можно прогрессировать, не будучи слишком отореченным. То есть можно быть не готовым к оторечению, но прогрессировать постепенно развивает отречение за счет пробуждения вкуса к высшему параметрии, высшего вкуса. И мы продолжим на следующем. На следующей лекции я закончу здесь и можно задать вопросы уже по этому блоку по поводу нового раздела. Если есть вопросы, пожалуйста. Вопросов нет. Со следующего урока более подробно обсудим этот раздел. Харе Кришна, Сила Павпады, Ки Джай, Гранд Харад Шеремат, Бхагавад Гита, Ки Джай. Харе Кришна, спасибо большое, Сыслава, Сыслава, Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok